Всем привет! С вами Алексей, компания Мотосана. Хочу сделать спирантный обзор нашей новой кухни. Значит, сразу двух словам покажу. Кухня, как обычно, в материале строена между стен вплотную и вплотную в потолок. Так смотрится намного лучше современнее. По материалу. Здесь у нас нижние фасады сделаны из керамики. Это особенность данной кухни. 3,5 мм керамика ламинат, которая наклеивается на МДФ. Что такое керамика? В двух словах можно показать вот так. На кухне мы это делать сейчас не будем. Покажу на кусочек. Это точно такая же керамика, как и на фасаде. Ну, собственно, вот. Несколько секунд жгли каждой горелкой. Она нагрелась. С таким фасадом точно ничего не случится. В плане температуры. В плане устойчивости к царапинам. Вот, можно приблизить и показать. В принципе, тоже. Мы сейчас смахнем остатки железа, остатки металла. И тоже видно, что никакие царапины. Царапины тоже не страшны. Вот еще раз. Как видно, все в порядке. Вот. То есть, такие фасады в огне не горят. По механизмам. Здесь стандартное открывание. У нас есть без ручек. Снизу стоит электропривод на ящик. Чтобы не делать между фасадами профиль. Ну, сверху стандартный ящик и платок для столовых приборов. Давайте вот покрупнее покажу. Платок большой. На 1200 в него вмещается, в общем-то, все. Здесь посудомойка у нас. И здесь ящик под мойкой с мусорным ведром. Вот. Хочу отметить, вот если издали посмотреть, в данной кухне сделан низкий цоколь. Цоколь всего 6 сантиметров. За счет этого мы можем увеличить высоту шкафов и соответственно вместимость их. Но, тут есть нюанс. Нужна специальная посудомойка, чтобы низ посудомойки не упирался в цоколь. Есть как раз специальная посудомойка под низкий цоколь. По фасадам верхним. Это у нас феникс. Итальянский нано материал. Смысл его в том, что он супер матовый и отражает максимальное количество света. То есть это самый матовый материал, который, в общем-то, сейчас у нас есть на рынке. У него много других преимуществ. Это устойчивость к царапинам и, самое главное, устойчивость к отпечаткам пальцев. То есть на нем есть специальная защита от отпечатков пальцев. Вот. Теперь переместимся на эту часть. Здесь у нас в конструкции кухня такая. Идет стенка из спиналов, в которых строим также между стен до потолка. И к ней примыкает линейная часть уже. Вот. Конструкция очень удобная и красиво смотрится. И, главное, это очень вместительный вариант. Здесь у нас угловые шкафы. Там у нас пространство не теряется. Вот. Соответственно, очень вместительный шкаф. Открывание все идет за счет вертикальных профилей без ручек. Далее у нас идет просто шкаф. Здесь сейчас просто полки. Но в дальнейшем при необходимости можно сюда встроить и холодильник второй. Также можно строить морозильную камеру под духовкой дополнительную при необходимости. Здесь встроен холодильник. Вот. Пока что один, но если будет необходимость, сюда можно сделать и второй. Вот. Обратите внимание, если кухня встраивается в плотную в потолок, для холодильника, естественно, необходима вентиляция снизу, с цоколя она у нас там есть. Здесь рент решетки. Вот. Обязательно должен быть выход воздуха нагретого сверху. Поскольку и до потолка, мы делаем решетку в верхнем фасаде. И вот там вот выходит воздух нагретый от холодильника наружу. Вот. Здесь устроена духовка. СВЧ решили сделать отдельно стоящую. Вот в таком варианте. В принципе, комфортная высота. Вполне. И при этом фасад при подъеме не мешает. Остается еще даже достаточно пространство над головой. Вот. Тоже удобный вариант. Вот. Что еще сказать? Мойка бланка. Сметитель с заленозливом. Где у нас фильтрованная вода. Течет из этого же крана. Здесь у нас две подводки к нему. И обратите внимание. Вот я сейчас буду посмотреть. Фартук. Фартук изготовлен из такой же керамики, что и фасады. И, соответственно, он цельный трехметровый фартук. Сделан без единого стыка. Смотрится очень красиво. Современный вариант без плинтуса. Просто стык между столешницей и фартуком. Сделал с помощью герметика. Вот такая вот получилась кухня. С вами был Алексей. Компания Матусанов. Следите за нашими новостями. До встречи.